Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 731. События дня. Филиппийцам 1.28. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть признаменование погибель, а для вас спасение. И сия от Бога. Артем Малыхин пишет, что вчера я получил почту ночью. Игнатий Тихонович, а можно еще у вас узнать по поводу празднования Нового года? Его нужно вообще отмечать, елку наряжать и прочее с ним связанное. Где-то считал, что все это языческое. Так ли это? Спаси Христос. Я не знаю, кто такой Артем. Отвечаю ему. Да, язычество вопиющее, вредоносное. Он опять пишет. А можно поподробнее от вас узнать? Что бы и другим это рассказать-то? А то порой бывает спросят и не знают, что ответить. Я отвечаю. Можно поподробнее узнать с нашего форума во свете Библии. Только прочтите все и другим дайте наши реквизиты и ресурсы. И вот здесь смотрите какое. Если наш форум зайти и поставите Новый год, а какие наши ресурсы? Повторяю, наш во свете Библии. Есть у нас ресурс такой. Называется православный форум Игнатия Лапкина. Вот он, перед вами. И здесь вот справа общий поиск. Вот здесь написано поиск по темам. Нет, а общий поиск. И вот только оттолкнешь его и сразу в рамочке в рамочку Новый год. И там выйдет страница. Сколько страниц? Ну, вот допустим, вопросы, которые я отвечаю. Это 44 вопроса. 44 это не вопроса, а листа. 44 листа по темам вопросов. Вот я его ткну, если вот эти вопросы-то. То можно будет увидеть, как она вытянет эту тему. Я могу даже дождать. Сейчас у меня закачка идет. Потому что вчера поставил ролик по первому тому проповедию в стихах. И оказалось, что он может лучше сделать. И Новико Сергей Александрович улучшил. Теперь придется то уничтожить. А там уже 250 человек посмотрели наши стихи. Вот. И что тут мы нашли? Сколько у него здесь? Вопрос последний. Ну, понятно, что здесь. Это 44 листа. Это очень и очень много для нашего форума. А на каждом листе там 50 тысяч знаков. Тем, сколько... Вот я хотел показать здесь. Это, правда, открыто, когда он был. Ну, недавно заходил. Хочу к вам в полное послушание. Тут вот пишет какой-то Настя Николай. Зачем же это мне нужно-то? Мне это не надо. И вот эта тема идет. Сейчас мы по этой теме посмотрим. По одной теме. Ну, это попутно здесь идет. Страница недоступна. Ну, вот и все. Недоступна. Я вот тогда... И трогать, наверное, не надо. Нет. Открылась. Ну, она техника такая-то. Сколько тут вопросов по теме, на которые люди ждут ответа. Во свете Библии. Ну, вот если нужно на новый этот... Видите, какие люди свои фотографии выставляют. Рябов. Люблю Светочку и сына Сережку. Это жена Светочка, а сын ее Сережка. Вот он идет. Как на картинке. Ну, раз любит, значит, будет Сережка еще не один. Это как-то архиерей приехал у священника, в гостях был. А у него ребятишек семер. Он говорит, а сколько тебе лет? Он говорит, ну, 34. Так у тебя еще могут быть дети. Он тогда встал, руки лодочкой сложил к архиерею. Владыка, благословите на защитие. Вот как делает православное. Ну, а теперь что? А чтобы вывести на первую страницу, здесь новое сообщение надо нажать. Новое сообщение, то есть она выведет на первую страницу. Это система. Я просто ему показал на Новый год. И где на Новый год он зайдет, там ему полный ответ. Очень подробно. Советую всем зайти. Посмотреть на наш ответ на Новый год. Это там, кажется, три страницы. Полные, полные. Вот все, все, страница. Мы посмотрели, как бы сказать, Новый год, где хотели. Вот здесь, если это зарядить, вот этот ресурс, это и так можно найти, даже на форум выкинуть. Гусейнов Рустам. Он, во-первых, Гу. А Рустам Гуру. Видишь, что получилось у него? Рус большой буквы. Это тут не выдумка. У него так и получается Гура. Гуру. Видите, как они у меня посмотрели, игла, и начинают у себя складывать. У меня один Юрий Казанцев был, он посмотрел. Юрка. И так говорит, Юрка у меня получается. Ну, значит, Юрка. Я все понимаю, Игнатий Тихонович, что я пока что в некоторых местах духовно ущербный человек. И мне работы над собой до конца жизни не хватит. Ну, это уже не годится. А-та-та, по загромам покаяния нет. А также я понимаю, как сильно бы изменилась лучшую сторону моя жизни, если бы я раньше начал ходить в храм и изучать Библию. Но у Бога все уже давно разнаряжено. Для каждого наперед, как я понимаю. Если это не так, поправьте. Слава Христу. Ну, так-то так. Но тебе свобода дана, выбора. Спасибо огромное вам, Игнатий Тихонович, за ваши труды и старания по уразумлению и наставлению меня на правильный путь в христианстве. Слава Господу. Посмотрите, какие есть приложения на телефон для удобного чтения книг, на примере Библии. Вот такую бы программу сделать, только с вашими книгами, плюс можно добавить фото. Это самый удобный вариант чтения книг в телефоне. Для этого, скорее всего, нужен программист. Игнатий Тихонович, извините, что я вас часто тревожу. Вопрос крайней важности. Что делать, если священник встал на дыбы и не хочет, чтобы я благовестовал Библию в нужном ракурсе? Вот тут непонятно, что за нужный ракурс. Пока я ничего сказать не могу. А может быть, прав священник видит, что ты не готовый. По толкованию отцов в церкви, да, по вашим книгам, а также не дают благословения на это дело во взрослой воскресной школе. Вот не дают, что сделаешь-то? Заведи себе воскресную школу. Выход-то всегда есть. А магазины бедные, ничего на полках нет. Ну, строй магазин, на полки наложи, чтобы все было. Выход-то простой, а не грабь награбленная. Я еще не начинал, но задают этот вопрос наперед. Так как последнюю нашу беседу по поводу крещения водой по канонам, соборам церкви, он обнулил. А также потому, что без священника община не получится. Как я понял из вашей беседы в видеоролике. Деяние 27.27. Возмутили весь народ и наложили на него руки. А умрешленное христианство не имеет никакого смысла. Единственное, на данный момент я делаю добро всем моим пациентам. Не только по медицинской и врачебной части, но и благовествую им. Оказываю добро даже добрым словом, советом, поддержкой. Вот даже не так уж давно я сделал все, что смог. Позвонил на номер канцелярии главы нашей республики. Попросим оказать помощь моей сотруднице, санитарке, которая теряет зрение, у которой руки уже опустились. Ей пообещали в результате этого бесплатной операции за счет государства. Так как сама операция стоит больших денег. Она уже прошла диагностику и теперь осталось только ждать операции. И еще я хотел еще раз извиниться за мою неадекватную реакцию по поводу Игоря Дыбунова. Я был неправ, когда резко высказался, хотя не совсем бессознавательно. Меня подтолкнуло к этому мое поганое здоровье. Гормоны зашкаливают, мозги набекрень, счастное сердцебиение, поэтому по неволе я могу интерпретировать иногда неправильно все происходящее вокруг меня. Думаю, это уже последний вал этого недомогания. И должен отойти, так как Бог наложил на меня эти тяжелые железные узы еще летом 2015 года. Что за узы, что все, гормоны там, не знаю. У меня опыта нулевой, у меня такого нету, я не знаю. Я где бы там не был, приступая к работе, совершенно как будто бы я там, нет, как-то как вписываешься туда и все. А сам ваш Игорь мне очень даже импонирует. И импонировал ранее, очень хороший и грамотный проповедник. Говорит, можно послушать, но жить вместе невозможно, как мне сказала одна сестра. Пайл-Алтар, Израиль, шалом, братья. В пятницу, если будет угодно Богу, хочу принять водное крещение. В Хайфе есть церковь РПЦЗ, отец Романа Рудуан. Дай вам Бог здоровья, Игнатий Тихонович, спаси Бог. Я отвечаю, мы рады вместе с вами, дорогой Роман. Батюшке, поклоны, наши реквизиты дайте обязательно. Мы говорим всегда, спаси Христос, а не по-другому. Вот он услышал это дело-то, я советовал ему, получил книги, выписал от нас книги. Я не знаю даже, куда они эти книги делись, почему их тут нет. Ну нет, вот она оказывается где. Она в другом месте. Вот я ее нашел, он в Израиле получил книги, чтобы и сфотографировался. Валтер. Пожалуйста, альтер какой. Сейчас матку откроют, но система у нас с закачкой идет, поэтому очень трудно все делается. Думаю, что откроется. Вот не открывается. Я несколько раз ткнул лишнее, наверное. Поэтому не открылась. Зря не открылась. А вот она и есть, открылась. Вот у него что там. Новый Завет трехтомник. Закладочки видно, фотография не ахти какая. И к истинному православию книга. Вот она. Он ее боком поставил и сам как-то. Так, книги все дошли до Израиля. Нигде денег не требуют за это, кроме заплатил за сына. На Украине затребовали 70 долларов с получателя. Хотя здесь мы заплатили сполна. Ну, вот видите, как хорошо. Теперь мы смотрим, что еще у нас есть. Иктушенко Сергей пишет. Игнатий Тихонович, подскажите, если помните, у вас где-то в книгах есть разговор с Игорем Добуновым после беседы с Кириллом Сахаровым. По-моему, с ним. Там вы его пытаетесь наставить на то, чтобы он следил за интонацией во время разговора с собеседником. Так как это может его развернуть в другую сторону. Я просчитал, а теперь найти не могу. Я ему отвечаю, не знаю и не найти. Да мне зачем это нужно? Когда что, где сказали, то вам это надо, значит. У нас никак по часам не было разбито. Не знаю даже. Бадичан Дмитрий. Игнатий Тихонович, мир вам. Хотел спросить, почему нужно соблюдать заповедь «Не брить бороду», а остальные заповеди из книги Левита мы не соблюдаем. Там целая книга правил, почему это ничего не делается в православии. Ну, как будто бы вопрос задают православные, но я как усмотрел, что-то там мало православия. И все время такие вопросы, тем более у нас все отвечено. Вот в чем дело-то. И на этот вопрос я уже не стал даже отвечать. Потому что все вопросы подробно отвечал, столько времени. А я на один такой вопрос в течение недели людям могу отвечать. На один в течение недели. Я отвечаю. Кто хочет творить волю его, тот узнает о себе мучения. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Что брать, что не брать, церковь установила. Тебе даже и рассуждать нельзя про это. Андрей Кричков. Если что нужно в этом роде, то есть он 12 томов Златоуста разбил по файлам, в свободное время могу поработать. Я имею в виду из ваших аудиозаписей книги или рассказы. Я отвечаю. Сейчас помогают новые люди. Тушенко Сергей Иноаков Сергей. Уже выставляю на оксидную мною Святую Библию. 156 файлов. Добротолюбие. 4 тома. 230 файлов. Каждый файл там по полчаса сделаю. Архипелаг ГУЛАГ. 76 файлов. Вначале готовить 4 тома моих проповедей в стихах. По 800 страниц в каждой книге. Перевести в файлы оказалось не сразу. Один уже стоит. Можете посмотреть. Вот я показываю как. Теперь нужно бы это же самое сделать на 33 тома. Открытым оком на другие книги. А не вот здесь. Если бы взяли за это дело, посмотрел уже готовую книгу. Вот какая это книга. Только нужно меня все время информировать, как идут дела. Потому что если не возьмете сразу, то начнут уже указанные люди. И получится, что дублировать будете. Новико Сергея. У меня только что вспыла такая идея. Есть в интернете несколько сайтов, библиотек. И у них как раз обычно есть необходимые средства управления навигацией, оглавлений и прочего. И вот вы раздавали в бумажном виде свои книги по всему миру. Также раздать в эти интернет-библиотеки. А ссылки на выставленные книги используют по своему усмотрению. Раздать естественно электронные версии. Вот можно тут по библиотекам узнать. Вот library. Я отвечу, если вы давно смотрите наши ресурсы, то не могли не заметить, что у меня есть свой как бы дресс-поведение с тем, что кто что-то предлагает. Я им тут же даю доверенность и благословение сделать то, что он предлагает. Конечно же, и я буду помогать с советом и делом, если в том будет необходимость. Итак, вопрос. Итак, то есть готовы? Берите, начинайте делать, что сказали. В интернет-библиотеке раздавайте, что там успеете. Артём Малыхин. Игнатий Тихонович, а на второй вопрос по поводу рукопожатия и приветствия, это правильно или не стоит сжать руки другому? Я отвечаю, по обстановке, не запрещено, смотря кто перед тобой, у нас верующие друг с другом, не здороваемся, как у нас, а приветствуемся объятиями и блабзанием. Артём Малыхин. Благодарю вас, Игнатий Тихонович. Дай вам Бог крепкого здоровья. Вот видите, Игнатий Тихонович. И Игнатия нередко встретишь, а Тихона-то тоже нечастенько. Гусейнов Рустам. Я всё понимаю в жизни. Вот он, видимо, повторение вот это делает, Гусейнов. Хотя или я его повторением так... Что тут сказать-то? Сейчас я попробую убрать, это у меня всё закрыто. Ай-яй-яй. Вырезать. Отвечаю. Загрузил второй том проповедь в стихах. Пожалуй, тут читать легче, больше ясности в буквах. Проверьте и сравните с первым томом этот, второй. Нойков Сергей Александрович отвечает, да, так и есть. Я немного изменил с обработку, то есть, так как Ютуб не дал максимального качества по книге первой. Я могу и одну книгу переделать, а вы перезалить ролик. Ну, наверное, не согласитесь, так как всё это дорого. Вот так. Это он пишет, что надо такое качество. Я разве буду платить деньги? Во второй книге уже есть режим 1080р. Самый щёткий из всех. Так, как задумано. Это долго у вас написано? Долго. Не дорого, а долго. Долго. Наверное, долго. Как же перезалить. Ну, вот так. Плоховато вижу. Давайте я поправлю, я ему пишу. Теперь. Но ещё дело в том, что у меня есть программа по ужатию роликов. Этот я загрузил без ужатия. Это, ну, он, книга. Там даже не ауди, ничего нет. Значит, быть может, ужатие влияет и на буквы? Переделать и первый без ужатия. И его поставлю тогда так. Это я, может, к Сергею Александровичу. Он пишет мне. Сергей Александрович, ага. Я так тоже подумал, но не спросил. Да, конечно, влияет. Видите ли, чем чётче и яснее картинка, тем больше в размере файл и наоборот. То есть из того, что ваш интернет на загрузку медленный, приходится ужиматься, теряя в качестве, идти на компромисс. Я отвечаю. Вчера тут на нашем сайте по занятиям дебаты шли долго. Как лучше мою 41 книгу залить? Но мне показалось, что никто лучше вас не сделает. Так к Сергею обращаюсь. У вас уже опыт есть. С буквами не шутят. Плохой видимостей шрифт не считается почти. Сергей Новиков. А Библию и добротолюбие не ужимайте. Я уже максимально сделал это. И отвечаю. Так я и ставлю, не ужимая. Он говорит. Да. И все остальные от меня. Я их уже наилучшим способом утрамбовываю. Вы тогда залейте первый файл. Первый файл. Сянек с диска. Не переделывая. И будет всё чётко. Он, правда, побольше, чем у других. Но уж потерпите. То есть добротолюбие первое. Я поставил. Ну, даже сейчас покажу. Поставил. А сегодня мне приходится уже его и убирать. Ну, мне нежелательно это. Но я не знаю, как это сделать. Не знаю. Так, это нам нужно сейчас заглянуть. Нет, это не годится. Загружено. Ещё я полез, куда не надо. Ну, да. Хотел показать, сколько там было. Но, может, даже и покажу. Сейчас вот так вот сделаю отдельно. Если откроется, откроется. Нет, значит, нет. Загрузка идёт. Этот как раз первый том открыт. Это проповеди в стихах называется. Вот, открылась. Ну, открылась, значит, теперь мы пойдём дальше. На первую страницу выведем. Посмотреть вчерашний, сколько здесь. Вот. Есть тут или нет. Проповеди том 2-й. В стихах. Ой, не видать ничего. Ну, так и далёко. Всё зажёв. Слава Иисусу Христу! А? Она звонила. Мне звонили тоже. Молимся, да. Две Любы сразу. Вот. Теперь мне нужно найти, где у меня вчера я поставил его. Сейчас я тут его и не вижу. Вот так. Вот он где. Проповеди в стихах. Томпер. 247 просмотров. Это 247, может, и неправильно даже. Сейчас мы посмотрим. Я сказал 250. Вот. А оказывается... Ну, чуть-чуть поменьше. Это 247. Ну-ка, сколько? 247, да. Один день назад. Первый том. Ну, придётся мне его полностью убрать, поставить. Другой прислали. Вот, посмотри, как они открываются. Вот сделано же так. Вот так вот. Раз. Я его откнул сейчас. Он может открыться. Вот. Открывается. проповедь в стихах, какими буквами написано. Это всё Сергей Новиков так придумал, сделал. Книга первая. Ну, если не будет, значит... Ну, понятно, что такое дело. Теперь буквы очень расплывчатые. А теперь ещё как-то чистоту сделать сумели. Вот так. Поэтому надо здесь выходить опять на наш ресурс. Покажу даже, как делается. Вот теперь... Некоторые не видели. Вот вверху тут у нас я хозяин. Тут 9785 подписчиков. То есть, ну, скоро будет 10 тысяч. И 9 миллионов 694 тысячи 819 просмотров. Тоже скоро 10 миллионов будет. Вот. И тут есть система менеджер видео. То есть, это как кузница. Личный кабинет. И вот сейчас я её нажал. Она сейчас... Закачка у меня идёт. Одновременно вот эта накрутка. Накрутка. Ничего не сделаешь. Теперь я могу отсюда убирать. Некоторые даже не знают, как это делается. Это... Всё это очень сложно. Одному ничего не сделать. У нас целое... Где-то 12 человек есть. Кто-то пособил один раз. Больше его нету нигде. Как вот вопросы-ответы. Чтоб только... Нашёл одни были вопросы. А потом ответы... Стукнул ответы. Всё, нету. Вот. Соба сразу всё... Открылась. А вот теперь изменить и удалить написано. Я его удаляю. Да. И его нету. 250 клиентов потерял. Но тут у меня будет такая возможность. Ещё это подправим. Показать наш ресурс попутно. Вот о чём они вчера много рассуждали. И вот это здесь. Православный видеоканал открытым оком. Вот оно где. Проповедь в стихах. Второй том. Вот второй том. Первый том так смотрели. А вот второй... Показать, как он работает. И как буквы. Там очень расплывчато было. А здесь... Маленько по-другому. Проповедь в стихах. Книга вторая. Какую он нашёл картинку. Буквы какие. Ой-ой-ой. Мне понравилось даже. Книга вторая. Ну, а сколько? 26 минут. 51 секунда. Ну, по 27 минут. Почти по полчаса книги эти смотрятся. А то только... Word открываешь. Что-то совсем-то том-второй. Что же оно так плохо-то видно? Даже не считается. Ну, это, видимо, из-за того, что там закачка идёт. Наоборот, оно очень чисто сейчас. Считать можно. Ну, и всё сделать. По 36. Проще каждое стихотворение. Ну, ладно. Чтобы не задерживать, я это выкину. Выкину. Мне это не надо. Здесь 62% уже закачалось. Так. Говорит. Кодирование видео занимаюсь лет 15. Имею представление и опыт. Да. Ваши видеокамеры намного лучше снимают изначально, чем попадают в ролики. Но обработка в полном качестве требует и времени, и мощного производительного компьютера. И некоторых знаний. Теперь я всё это говорю. Влияет, не влияет. Влияет, оказывается, ужатие. Потом вот наша с ним переписка ставлю, заливаю. Не я занимаюсь администрацией наших ресурсов, иногда в разных городах. Мне приходится только с названием и дело иметь. И замки снимать, когда и сколько. Вот так. Нас тут человек 12 задействовано. Кто-то платит за меня, за интернет. У меня уже нет ничего. Голь перекатная. Кто-то расширяет поле деятельности. Кто-то организовал наши ресурсы. Он отвечает. Но всё же немного загружаете. Те, что небольшие. И видно. Вот дальше он о чём говорит. Прочитайте. Ну вот так. Теперь какая переписка. Вот тут смотрите, что от кого, как отвечали. Нойка, Сергей, всё отвечает. Я спрашиваю, как попал в YouTube? Он говорит, что в числе прочих два месяца назад ориентировочно подал вот такой ролик. Он тут показывает. И вышел на наш ролик. О нас фильм снятый «Пречувствие». «Пречувствие» он среди документальных фильмов о православии занял первое место на международном конкурсе. Я вот даже покажу, как он это сделал. Там как только нажимаешь значок субтитров на первой картинке пояснения, так и на видео они появляются. Я завтра попробую записать видео-демонстрацию с экрана компьютера. А я говорю, у этого ролика нет субтитров-то. Выберите, например, Библию или Собрание. В тех роликах, где вы говорите, как правило, субтитры есть. У вас речь отчётливая и разборчивая. Ну, дальше просчитать. Досчитать надо здесь. Я вам рад, что нашлись-таки. Это видео я себе раньше скопировал, являлся другим, говорил, тоже это сделал. Но нашлись-таки. Это один ролик, и как он его рассматривал. Это вообще невообразимо. Там буквально, не знаю, как, причусь. Сейчас я гляну, покажу, как он. Ещё не знакомы были, и он уже это всё делал. Думаю, ну-па. Пропасть. Так, пост. Предочувствие. Вот оно, оглавление. Студия, Красноярская студия. Вот оно, Кузнецов. Оператор Шермер Гор. Аннотация. И вот дальше всё это. И выделено, рассказывает Лапкин, рассказывает Лапкин, где я рассказываю. И дальше. Подростки на улице. Рассказывает Владимир Николаевич Осипов. Хроника. Женщина открывает ворота, во двор заходит толпа людей. Комитеты бедноты раздают еду детям и взрослым. Ну и дальше ещё тут было, как я рассказываю, вхожу, как там. Я очень поделился. Как много всё-таки люди работают. Это вот так вот один 45 минут ролик. И столько ссылок сделал. И указывает ещё. И дни будут указывать. Здесь выказывается. Лапкин, Лапкин, я говорил. Вот я показал ему. Я только сейчас говорю. Наконец-то я узнал, кто это делает-то. Видел я себя раньше. Ещё скопировал в ато и удивлялся. И другим говорил. Так как тоже это так сделал-то. На шлистике. То есть это я им говорю. Ну вот этот тайный этот разговор. Чего он очистится? Этот разговор-то наш. Так что ещё тут показать нужно? Да в общем-то почти всё. Фотографии. Я вчера всё переставлял. Составлял фотографии. И загонял тут. И всё это пробовал. Не особо идёт-то. Никого нет. Ну, вчера ребята поехали там к Василию помогать. Я один дома. Ну, посчитал статья. Одна очень сильная статья. Пушкина ругает во всём. А ничего не доказать-то не может. А им говорят. А смотри, с Россией стали хоть считать. Ну, кому это надо? Ну, вот так. Всё, однако. Вот так.